Книга «Открытым оком», тема женщины, том 7, вопрос 1820. «Так как быть девушке, если родители понуждают её выйти замуж, а она не любит его? Или же он неверующий?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Тут свободу никто у неё отнять не может. Твёрдо её нет, решает всё. Но и она уже должна быть тверда, что если нет, то это должно быть по вере, а не по меркантильным интересам или по взгляду очей, нравится или не нравится. Не монахам решать, жениться или не жениться, а по твоей натуре, к чему ты годен, склонен, что понесёшь, сможешь. Матфея 19, 12 «Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, кто может вместить, да вместит. «Если ты скопец, то не помышляй пустое» Сирахова 30, 21 «Смотря глазами истинная, подобен евнуху, который обнимает девицу и вздыхает» Исаия 56, 4, 5 «Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моём и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится». Сосанна, память, 11 августа В Риме жил пресвитер Гавиний, родной брат папы римского Гайя. Обладая хорошим знанием языческих философов и отлично изучив Святое Писание, Гавиний по совету и настоянию своего брата написал много книг в опровержении языческих заблуждений. Затем они позвали к себе Сосанну и сказали ей со слезами на глазах «Царь Диоклетиан прислал к нам родственника нашего Клавдия, передавая через него своё желание видеть тебя супругою сына своего Максимиана». Блаженная Сосанна так отвечала на это отцу и дяде. «Куда исчезла теперь ваша мудрость? Поистине, я не замечаю её в вас. Если бы я не была такой христианкой, какой стала, благодаря вашим наставлениям, тогда со мной действительно можно было бы говорить о том, о чём вы сейчас ведёте речь. Теперь зачем вы оскверняете ваши уши и уста, слушая нечестивые слова и передавая их мне с тою целью, чтобы я вышла замуж за нечестивого мучителя? Ведь вы сами безбоязненно отреклись от всякого родства с ним за его нечестие, с которым не может мириться исповедуемая вами святая христианская вера. «Но слава всесильному Богу, даровавшему мне дух, сродный святым его, отвергая через веру в Господа нашего Иисуса Христа, это скверное супружество с нечестивцем, я сподоблюсь мученического венца». «Смотри, дочь моя, — сказал на это Говини, — будь тверда в вере, которую сейчас обладаешь, чтобы соблюсти себя непостыдной пред Господом. И мы возрадуемся, видя плод твоей веры, приносимой владыке Христу». Песню разудалую поют, музыку такой-то написал, зал концертный, теплота, уют. «А ведь речь идет о мертвецах. Мы из праха возвратимся в прах. Знаем, говорим, к себе примерим. Путь наш из одних больших утрат через комнату на выход ближе к двери. Эти отошедшие страдали, чашу горькую допили до суха. В трауре тела земле предали и живут, как мертвецы в грехах. И о ком бы мы ни говорили, кто изобретал, писал и просто жил, странник он давным-давно в могиле, а для нас, живущих, старожил». «Как-то неприметно все смирились с тяжкою непременностью ухода. Змах последний, и сложились крылья. Дальше непонятная дорога. И куда бы ты ни посмотрел, и к чему бы ты ни прислонился, кто-то здесь давно дымил, сгорел, всюду незнакомые нам лица. Тени образы и прочерки междат. А крест тьмы смирившихся, покорных, на истлевших косточках лежат новые, сметаемые ссором. Фото старое, осколок тех времен. Как тогда там скромно одевались? Черной лентой снимок окаймлен. Никого в живых уж не осталось. «Вглядываюсь в детские глазенки, что им предлежало понести? Разум мой еще за той каемкой. Место есть меня там поместить». 12 сентября 2003 год. Игла.